Недавнее падение цен на компьютерные железки дало возможность обновить ПК. Процессоры, видеокарты, память, SSD, все это стоило и, возможно, еще стоит дешевле, чем полгода назад. Не только на Алике, где сейчас вновь февральский курс, поэтому цены опять выросли, даже в местном ритейле они упали. Вот вы обновили или собрали себе свежие ПК, система драйвера установлена и все вроде работает нормально. А вдруг не все? Мы, конечно, с вами не спутник в космос запускаем, но вот если ПК неожиданно покажет синий экран, SSD с Алика скажет, друг, там этого никогда не было, а десятки миллиардов транзисторов видеопамяти в вашей карточке прямо сейчас варятся в припое, пока двигается полоса загрузки рендера, это все тоже неприятно. Что делать? Всегда нужно тестировать железо на стабильность. В интернете одни предлагают сутками гонять компьютер в жестких тестах, а другие считают нормальной проверкой запуск 4К-ролика на YouTube. Чья правда? Сегодня вы узнаете, почему вам не нужно часами смотреть на мохнатый бублик, процессоры видеокарты это не первое, что нужно тестировать, и как быстро добиться железной стабильности работы вашего Франкенштейна. На связи МК, сегодня проверяем систему. Когда я был маленьким, на родительские собрания ходила мама. Если ходил папа, все было норм, но вот мама – это другое дело. Я не очень хорошо учился, и мне всегда говорили, что нужно найти свой стержень. А как его найти без современных источников информации? Интернетов-то тогда не было. Сейчас детям немного легче определиться, кем они хотят стать в будущем, а вот родителям, напротив, сложнее направить ребенка. Уж очень много новых профессий появилось на рынке труда. В современном мире все крутится вокруг IT, где спрос на специалистов растет с каждым днем, а конкуренция в этой сфере меньше, чем в остальных. Если у вас есть дети, и вы хотите помочь им определиться с профессией, чтобы она была перспективной и по душе ребенку, то образовательный центр ГИКС приглашает всех родителей учеников 9-10 классов на родительское собрание, где действующие директора университетов и IT-специалисты расскажут, как помочь подростку определиться с профессией среди самых топовых IT-направлений, что нужно знать родителю, если ребенок поступает на IT, и какими ключевыми навыками должен обладать IT-специалист. В больших компаниях есть место и гуманитариям, и технарям, и для каждого ребенка найдется профессия по душе. Главное в самом начале пути сделать правильный выбор. Помогите ребенку найти свой стержень, получить актуальное образование и интересную работу в будущем. Записывайтесь на онлайн-собрание «Как подготовить к поступлению в IT-вузы от учебного центра ГИКС», которое пройдет в субботу для родителей будущих 10- и 11-классников. Регистрируйтесь на бесплатное собрание по ссылочке в описании. Начну с того, что железной стабильности не существует. Да, вот так я вам соврал. На деле наш мир не идеален, и даже лучшие серверы имеют показатель аптайма в 99,5%. Но мы стремимся к идеалу, при этом соблюдая баланс. Мы говорим про домашние ПК, с которых никто не будет взламывать Пентагон и рассчитывать полет ракет в космос. Игры, редактирование фото и видео, возможно, рендеринг и программирование – вот логичный предел обычного десктопа. Мы будем добиваться того, чтобы компьютер не псодил во время игр, а рендер не сыпал ошибками. Для 99% пользователей этого хватит. И еще один важный нюанс. Не нужно сразу после сборки лезть в биос и заниматься разгоном. Да, даже XMP профиль на память не применяем. В таком случае отлавливать виновника проблем станет куда сложнее. Лучше собрать ПК, обновить и сбросить биос, если свежий и стабильный имеется, после чего установить чистую Windows, все драйвера, только не драйвер паками, пожалуйста, и уже на девственно чистой системе проводить стресс-тесты. Если все ок, можно начинать заниматься разгоном. Только не нужно сразу гнать проц, память и частоты видеокарты. Про последовательность разгона я еще расскажу. Вернемся к пациенту. С чего начать? Нет, не с процессора и видеокартой, даже не с ОЗУ, а с SSD. Ведь именно на нем стоит система, и любые проблемы с накопителем могут вылиться в зависание, псоды, потерю данных и невозможность загрузки Windows через некоторое время. К тому же нужно помнить, что китайские SSD с невыговариваемыми названиями и низким ценником частенько делают из отбраковки. Используется память, которая не прошла некоторые тесты у именитых производителей. Китайские бренды третьего эшелона с большим удовольствием такие кремниевые вафли скупают за копейки, режут на чипы, возможно дополнительно тестируют и пускают в ход. И то, что на SSD установилось и работает Windows, совсем не значит, что на нем нет битых секторов. Современные операционные системы достаточно отказоустойчивы и способны работать, даже если часть некритичных системных файлов повреждены. Поэтому, чтобы быть спокойным за свои данные, качаем утилиту HDTune Pro. Нам нужна платная версия, но вы знаете, как получить бесплатную. Устанавливаем, переходим на вкладку «Поиск ошибок», снимаем галку на пункте «Быстрое сканирование» и запускаем тест. Утилита выдаст вам полную информацию о секторах SSD. Если они все зеленые, все в порядке. Если есть серые, тем более красные секторы, самое время открыть спор и возвращать деньги. Хранить данные, тем более ставить систему на такой SSD – плохая идея. С накопителями разобрались, двигаемся дальше по памяти. В этот раз оперативной. Про встроенный Windows-тест забываем, он обнаружит лишь совсем явные ошибки. Мем тест 86 хорош, но с парой десятков гигабайт ОЗУ идет уж слишком долго, к тому же требует загрузки с флешки. Тут нам поможет легкая утилита TestMem 5, которая весит всего пару десятков килобайт. Ссылочку на нее я оставлю в описании. Достаточно запустить ее от имени администратора и сразу же пойдет тестирование памяти. Всего утилита прогонит три цикла, после чего выведет уведомления с результатами. Разумеется, ошибок не должно быть совсем, как и псодов и зависаний ПК. Главный плюс TestMem 5 – быстрота. Даже с 32 гигабайтами памяти все три цикла пройдут минут за 10. Разумеется, во время теста не стоит активно использовать ПК, так как утилита старается занять всю доступную ОЗУ. И не стоит ей в этом мешать. Но что делать, если даже на стандартных частотах без разгона есть ошибки? Остается только тестировать модули по одному, чтобы найти сбойный. После этого уже классика. Открываем спор, прикрепляем видеодемонстрацию и возвращаем за него деньги. А вот теперь мы готовы к тестированию процессора. Почему нельзя начинать именно с него? Нужно исключить из уравнения накопитель и ОЗУ. Ведь тесты стабильности процессора включают в себя проверку работы контроллера памяти. И поэтому достаточно активно используют оперативную память. А если последняя работает нестабильно, вы можете получить ПСОД и будете винить во всем CPU. Хотя он тут вообще не при делах. Аналогично с тестом накопителя. Их лучше проводить в первую очередь, так как проблемы из забитых секторов в нем могут вылезти в самый неподходящий момент тестирования других комплектующих, что приведет к установке неверного диагноза. Окей, чем будем тестировать процессор? Ночь в Prime 95 это явный перебор для 99% пользователей. Тесты AIDA64 неплохие, но сама утилита платная. Да, оно вам и не нужно, когда есть бесплатная альтернатива в лице OCCT. Да, эта утилита условно бесплатная и для разблокировки бесконечного тестирования придется заплатить, но нам более чем хватит и бесплатного часового стресс-теста. К тому же OCCT изначально идет портативной. Еще один плюс в сравнении с AIDA. Работа с OCCT, как и со всеми утилитами в этом видео, опять же максимально проста. Даем права администратора и просто нажимаем на кнопку начала тестирования. Дефолтные параметры уже отлично настроены на поиск ошибок и на достаточно большой нагрев процессора, что позволит к тому же протестировать систему охлаждения. Огромный плюс OCCT в сравнении с другими тестами – быстрое определение даже редких ошибок. Если у вас, например, тяжелая игра крашится раз в пару часов, но в остальном все нормально работает, то перестройка начнет сыпать ошибками буквально в течение первых 10 минут тестирования. Разумеется, лучше добиться результата, когда ошибок за час прожарки нет совсем, и при этом нет просадок частоты из-за перегрева CPU или VRM. Следующий пациент – видеокарта. Я сам тут недавно обновился, свою 2070 заменил на 3080 Ti. И вот что я вам скажу. Про волосатый фурмарк забудьте, он хорошо тестирует лишь GPU, но никак не видеопамять. А вот последнюю в текущих реалиях тестировать, ой, как нужно, потому что и GDDR6, и GDDR6X очень горячие. Их перегрев в случае с покупкой БУ или же китайской видеокарты грозит быстрым походом в сервис за свои кровные. Поэтому нам нужен тест, который хорошо нагружает и чип, и память. И такой есть. Он называется Superposition Benchmark. Он бесплатный и доступен на официальном сайте. Ссылочку я оставлю в описании. В нем нас интересует режим игры, так как там есть возможность тестировать карту любое нужное время. Из доступных пресетов стоит остановиться на двух. Если ваша видеокарта имеет 6 гигабайт видеопамяти или меньше, то подойдет режим 4К. Если 8 гигабайт и больше, стоит перейти в режим 8К, который способен забить такой объем высококачественными текстурами. Запускаем геймплей, подходим к установке в углу комнаты и отключаем гравитацию. Все объекты в тестовой комнате начинают летать, и нагрузка перестает быть статичной. Можете побегать поиграться, или просто стоять и смотреть на происходящее в течение получаса. Причем желательно в фоне мониторить температуры чипа и памяти. Например, через бесплатный GPU-Z. В нем эта информация выводится в вкладке «Сенсор». Для современных GPU отлично является температура ниже 70 градусов, нормальной ниже 80. В случае с видеопамятью GDDR6 или 6X лучше не превышать значение в 90 градусов. Если температура у вас оказывается выше, стоит ли увеличить обороты вертушек через бесплатную утилиту MSI AutoBurner, или же думать в сторону замены термопасты или термопрокладок, особенно если видеокарта BU после майнинга. И последний важный тест – комплексный, который направлен на проверку возможностей блока питания. Производители процессоров в погоне за производительностью вдвое нарушают собственноручно установленные нормы тепловыделения, а TDP топовых видеокарт легко уходят за 300 и даже 400 Вт. Как итог, если 2-3 года назад блока питания на 650 Вт более чем хватало для i9-9900K вместе с RTX 2080 Ti, то вот сейчас система с RTX 3090 Ti и i9-12900K на пике с разгоном может уходить под 800 Вт, так что блоки питания на киловатт становятся новой реальностью. Поэтому после сборки современного ПК стоит проводить и комплексную нагрузку на CPU и GPU, дабы удостовериться, что у блока питания хватает сил вытянуть два прожорливых кусочка кремния. Для этого даем полную нагрузку. Запускаем OCCT и Superposition, и заодно через HWinfo или любую другую утилиту мониторинга следим за напряжением на 3,3, 5 и 12 Вт линиях. Допустимыми являются отклонения в обе стороны на 5%, то есть в случае с самой нагруженной линией в 12 Вт допустим разброс от 11.4 до 12.6 Вт. Но все еще если вы видите, что напряжение под нагрузкой просаживается ниже 11.5 Вт, имеет смысл взять более качественный и мощный блок питания. Если все тесты выше завершились удачно, поздравляю, ваш ПК стабилен на 99%, и в подавляющем большинстве задач проблем не будет. Теперь можно заняться разгоном, если есть желание. Начать стоит с ОЗУ, после чего перейти к видеокарте и под конец к процессору. Разумеется, поочередно. Чтобы можно было сразу же отловить малейшую нестабильность в разгоняемом компоненте, стоит внимательно следить за температурами. И под конец, не забудьте про комплексный тест под разгоном. Есть шанс, что блок питания после оверклокинга просто не вытянет возросшие аппетиты системы. В итоге, как видите, в тестировании на стабильность нет ничего сложного или платного, и даже если брать время по максимуму, то на все тесты уйдет от силы часа 3, и не нужно несколько ночей сидеть с воющим под боком системником. Все ссылочки на нужные вам инструменты будут в описании. Там же в описании ссылка на наше сообщество ВКонтакте и группу в Телеграм, где мы обсуждаем самые интересные IT-новости ежедневно. Подписывайтесь, будем рады вас там видеть. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. Стабильной работы в вашей системе. Еще увидимся. Пока.